После прохождения полного цикла механической и биологической очистки мы на выходе уже видим вот такую картинку. То есть это то, что непосредственно уже идет у нас дальше в каму. Что в мутной, что в прозрачной воде коронавирус не увидишь. Так что уже 16 марта биологические очистные сооружения Перми перешли на усиленный режим дезинфекции источных вод. Одновременно и усилили контроль за стоками. Пробы в лаборатории теперь проводят значительно чаще. Мы смотрим прежде всего на видовой состав активного ила. То есть это для нас показатель того, что сточные воды очищаются эффективно. А значит никакие вирусы не пройдут. Особенно коронавирус. Мы все меры для этого предпринимаем. Биологическим очистным сооружением в Перми в этом году исполняется полвека. Совсем недавно закончилась масштабная реконструкция. В объект вложено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что подобного уровня стандарта очистки источных вод должны использоваться и в других городах региона. Это передовые технологии, которые обеспечивают безопасность, экологическую безопасность всех нас. И очень важно, что стоки, которые поступают на БОС, биологические очистные сооружения, выходят отсюда в виде воды, которая чище, чем сейчас протекает в реке Кама. Перспективная задача илохранилища. Построено еще в 1984 году. На сегодня оно практически полностью исчерпало свой ресурс. Необходимо строительство нового. И здесь проект находится на финальной стадии согласования. В проекте предусмотрены совершенно новые технологии по хранению илового осадка. Это нам позволит решить проблему по вывозу осадка. Он необходим, потому что по истечению трех лет мы останемся с проблемой. В помощь будущему илонакопителю новый пилотный проект, который позволит безопасно перерабатывать часть илового осадка с помощью пиролиза. Здесь удалось создать полностью замкнутый цикл. Отходы сужат с помощью газа, а далее при горении они вырабатывают тот самый газ. Получаем пиролизный газ, который состоит из водорода, СО, немножко метана. Этот газ горючий. Мы его сжигаем, получаем много тепла, тепловой энергии. И вот эту же тепловую энергию мы направляем на сушку. После прохождения всех ступеней очистки, стоки превращаются в чистую воду и вот такую вот залог. Биологически абсолютно безопасно и самое главное по объему в 10 раз меньше обычного ила, что во многом решает проблему захоронения. Вопросы водоснабжения и водоотведения необходимо рассматривать комплексно. Подобные масштабные проекты сегодня реализуются по всему краю. В Краснокамске, благодаря нацпроекту «Чистая вода», инициированным Владимиром Путиным, строится новый водопровод. Вода в город будет поступать с Чусовского водозабора. Параллельно заменяют ветхие сети в самом городе. Для ускорения работы с краевого бюджета недавно дополнительно выделено 60 миллионов рублей. Сергей Овчинников, Матвей Вершинин. Вести. Пермь.